Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Кадровый резерв в «Анапе» к подготовке квалифицированных кадров планируют подключить реальный сектор экономики. Кто нелегально везет, того и погоняют. На курорте бомбилом включают красный свет, в то время как официальные такси получают привилегии на дорогах и стабильный доход. Волшебники в белых халатах. Анапские хирурги подарили ребенку вторую жизнь, проведя сложнейшую операцию, когда счет шел уже на минуты. С какими вопросами стучатся в сельскую администрацию жители, узнал глава «Анапы», проехав по Витязево и пообщавшись с людьми. Юрий Поляков направил в нужное русло работы руководителя территории, дав ему поручения на ближайшую и дальнейшую перспективу. Вместе с сельским главой Юрий Поляков едет на улицу Школьную. Местная жительница Галина Наговицына была на приеме у Юрия Федоровича. С ней и разговор на месте. Посмотрел часть улиц, отсыпано, идет. Здесь смотрю, отсыпано, отсыпано. То есть работа планомерно движется. У нас разговор идет за вот эту улицу, да? Вот это и все поперечные. Ямы, ямы уже довольно давно не засыпались. Значит, в первую очередь вот здесь боковые. Вы же жители, вы тут же живете. Вы тоже смотрите, что вы можете сделать. От бездорожья к освещению, газификации и другим важным темам. Юрий Федорович обращает внимание Василия Аппазиди. Сельский глава должен чаще встречаться с населением, разъяснять, какая работа ведется на территории. Например, как найти компромисс, с одной стороны решая проблему экономии бюджетных средств, с другой – неосвещенности сельских улиц. Сейчас будем заниматься энергосбережением по городу. Будем снимать все кобры, другие светодиодные ставить. А вот эти все кобры, их там, наверное, тысяча будет штук. Это такие квадратные? Нет, кобры вот. Обычные кобры. Старые будут снимать? Да, будут снимать. Вот тогда у нас есть возможность их ставить. И в завершение выезда к вопросам более масштабным. Объездная дорога в Витязево сделана на две трети. В незаконченном состоянии стоит около 10 лет. В то же время новый автомобильный путь разгрузит и верхнюю дорогу, и Витязево. Возможность достроить будет найдена, заявил Юрий Поляков. В Анапе перекрыли кран еще одной точки разлиного пива, расположенном в нежилом помещении многоквартирного дома, что запрещено краевым законом. Тщательнее следить за соблюдением законодательства в этой сфере – задача, поставленная главой Анапы. Рейд по незаконным торговым точкам возглавил заместитель Юрия Полякова Эдуард Балмышев. У владелицы пивной точки по улице Самбурово есть документы на торговлю, однако, согласно краевому закону, нет права реализовывать пенный напиток в жилой многоэтажке. Для выявления и пресечения таких случаев в Анапе создана специальная комиссия. В ее состав входят специалисты управления торговли, сотрудники полиции и казаки. Это заведение мобильная группа инспектирует уже второй раз. Всего изъяли почти 400 литров алкоголя. Сотрудники полиции составили административный протокол. Владельцам придется заплатить штраф. Управлением торговли совместно с сотрудниками полиции, как я уже сказал, будут на постоянной основе проводиться эти рейды. Весь бизнес должен быть прозрачным и требования действующего законодательства никто не отменяет. Поэтому в любом случае, прежде чем открывать свой бизнес, вы должны соблюдать требования действующего законодательства. Рейдовые группы выявляют нарушения не только в сфере реализации алкогольной продукции, но и торговли в целом. Сейчас на особом контроле сезонная продажа хамсы и мандаринов. Пресекается вся несанкционированная торговля, что называется, с рук. В Анапе взялись и за нарушение в сфере пассажирских перевозок. И счет в борьбе с нелегальными таксистами непрерывно сокращается. Об этом говорит статистика. Ежегодно на каждые 250 уплаченных штрафов приходится 200 новых лицензий. Прогресс закономерен. С одной стороны, есть достаточно веские аргументы в пользу легализации. С другой стороны, получить лицензию не так уж сложно. Красно-Зеленых, 17, поедете по городу? Диспетчерская служба одного из операторов такси в Анапе. Офис находится в городе. Предприятию в этом году исполнилось 20 лет. Начинали работать на рациях. Лет 10 назад, с развитием мобильной связи и интернета, поездка на такси утратила все признаки особого ритуала. Более того, лицензированный таксист на месте выдаст чек, как в обычном магазине. Примерно за пятую часть выручки компания обеспечивает таксисту непрерывный поток клиентов. Даже осенью или зимой. Берут не каждого. Должна быть лицензия. Водители должны знать местность и не относиться к работе, как к охоте или рыбалке. Такси – это прежде всего сервис. На этом настаивают и городской администрации. Безопасность – это прежде всего. Потому что человек, который работает на, скажем так, легальном такси, который проходит все медицинские осмотры, проходит технические осмотры, имеется договор у него с фирмой на обслуживание, если это идет по заказу. И проследить всю схему его движения очень легко. С ним легко будет найти, во-первых, его найти в случае потери вещей. Если это фирма, значит все забытые и потерянные вещи передаются уже на фирму. Сегодня в городе действует 942 лицензии таксиста. Примерно на 200 больше, чем в прошлом году. Увеличение соизмеримо с числом выявленных нелегалов. С начала года в ходе совместных рейдов полиции и транспортного отдела составлено около 230 протоколов. Большая часть – за работу без лицензии. Такая статистика говорит о правильно подобранных аргументах. Даже чисто технически легально выгодно чем идти? Ну, во-первых, в Анапе очень большие пробки летом, согласитесь. А легальным такси разрешен проезд по выледенополосе. То есть камера его в такси легальной не считывает. Ну, как считывает, но она видит, что это лицензия в базе забита. Человек просто-напросто очень быстро доставляет клиента до места. В то время как нелегал, он будет стоять в пробке и выдавать такие круги, даже не по счетчику, какие там счетчики. Штраф за нелегальный извоз составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей. Пойманный нелегал оплачивает эвакуатор. Место на штрафной стоянке бесплатно, но заседание суда можно ожидать неделями, а это вынужденный простой и упущенная выгода. При этом лицензия на 5 лет стоит 3,5 тысячи рублей. Получить ее можно через единое окно многофункционального центра. Сегодня уже есть примеры, когда одиночки приобретают лицензию для того, чтобы работать летом. Студентам стажировку, муниципалитету, реальный кадровый резерв. Исполняющая обязанности заместителя главы Анапы Екатерина Боровская провела заседание Координационного совета по содействию в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов. Разговор о том, почему полезно стажироваться в реальном секторе экономики и как развивать кадровый потенциал Анапы, вели не теоретики, а руководители средних и высших учебных заведений, профсоюзного движения и центра занятости населения. Сегодня в общероссийской базе вакансий всего 94 рабочих места, которые 22 анапских работодателя готовы предоставить студентам для стажировки. Этого крайне мало необходимо вовлекать в процесс подготовки квалифицированных специалистов реальный сектор экономики, отмечает Екатерина Боровская. И это мнение полностью поддерживают те, кто непосредственно готовит новые кадры. Вырастить настоящего профессионала поможет дуальное обучение. Обучение, при котором теорию дает СУЗ или ВУЗ, а практику – на рабочем месте. Предложение лицензировать на базе предприятий учебные центры. В рамках практики мы можем только немножко познакомиться, потому что практическое обучение, оно все-таки ограничено по времени. А если мы заключаем договор на дуальное обучение и теоретическое только у нас, а все практические занятия будут проходить на предприятии, это, конечно, значительно подготовит именно студента к реальной экономике. Мы сейчас заключаем договор со Сваенским домом, это строительная компания. В гостиничном сервисе это Лок Витязь, мы хотим так поработать, это Аквамарин, это Деламапа. Расширение базы для стажировки позволит решить и проблему неформальной занятости. Сегодня немногие работодатели стремятся оформить трудовые договоры с молодежью. Здесь тоже должно быть типа квотирование для молодых людей на период практики, потом трудоустройство. Потому что это же будущее, действительно, у нас получается, что я предприниматель, я в Тихомолку взял этого же молодого человека, плачу ему, извините, вот этой черной кассой, конвертик и все, и не несу никакой ответственности. Тут надо как-то нам поработать еще и в правовом поле, чтобы его поддвигнуть к этому, подтолкнуть к этому. Можно взывать к совести, а можно создать правовую основу, где будет прописан муниципальный кадровый стандарт и обязанность ведущих предприятий участвовать в развитии кадрового резерва. Должна быть разработана программа «Кадры Анапы» с учетом того, что у нас открываются новые предприятия, будут созданы рабочие места, и мы, предприятия профессионального образования, должны обеспечивать эти организации работниками. То есть мы должны понимать, как нам планировать выпуск специалистов на текущий период и на перспективу. Дискуссия получилась не только интересной, но и крайне полезной. Следующим шагом станут конкретные поручения всем заинтересованным службам. Анапские медики в буквальном смысле вырвали из рук смерти восьмилетнего мальчика. Травма оказалась коварной, родные не сразу заподозрили неладное. В краевом центре есть необходимое оборудование мирового уровня. Однако счет шел уже на часы, а то и минуты, поэтому непростые решения пришлось принимать на месте и брать ответственность на себя. Этой весной Костя катался на роликах во дворе, упал, но решил, что дело житейское. Пришел домой, лег спать, а рано утром родные заметили, что он теряет сознание. И вызвали скорую. Оказалось, что началось кровоизлияние. Гематома давила на мозг. Анапские медики сообщили коллегам в Краснодар. В их распоряжении сегодня самое современное оборудование. Но транспортировать ребенка в краевой центр было уже нельзя. Счет шел на минуты. В течение 30-40 минут, в течение часа ребенок не доехал ни до какого медицинского учреждения. Уже наступила декомпенсация. Если наступает декомпенсация, это как поезд идет под откос. То есть тут все, тут держать, поймать, а обратно вернуть практически невозможно. Артем Айропетян работает в Анапской городской больнице более 25 лет. Начинал медбратом после училища. Со временем выучился на травматолога, а затем и на нейрохирурга. Когда он приехал, дежурные врачи уже подготовили мальчика к операции. После консилиума с участием краевых специалистов решили, что выхода нет. Нужно начинать, а дальше действовать по обстановке. На помощь уже спешили коллеги из Краснодара. Сама операция длилась около двух с половиной часов. Это нужно было проникнуть в самые нижние отделы и оттуда достать эту гематому. А самое главное в этот момент не думать. Не смотреть, что это ребенок, что у тебя тоже есть такие дети. После операции вышли и сказали, что хорошо. Потом через два дня нас разрешили пустить к нему. И, наверное, через неделю уже было видно, что это нормально все. Помощь медиков из краевого центра, к счастью, не потребовалось. То, что специалисты сочли настоящим чудом. Все обошлось без существенных последствий. Конечно, урок. Большое спасибо врачу, что успели. Первое время на головные боли жаловался. Уставал. Сейчас тут более-менее. Костя учится в первом классе. Хочет быть таксистом и вообще признается, что очень любит технику. Я хочу быть кто дрифтует на мотоциклах. Буду летать, вот так кувырки делать. У меня любовь к мотоциклам. Мотоцикл – это уже когда станет взрослым. А сегодня пообещал, что на роликах и скейтборде теперь будет кататься только в шлеме. С 1998 года в России в последнее воскресенье ноября отмечается Международный день матери. Это своеобразный день благодарения, выражения любви и уважения ко всем мамам. В преддверии праздника сотрудники Центра социального обслуживания населения совместно с храмом преподобного Серафима Саровского для многодетных семей организовали праздник «Слово мама дорогое». Подробности в репортаже нашей съемочной группы. Более 30 анапских семей приняли участие в мероприятии, приуроченном ко Дню Матери. Сегодня здесь те родители, которые не побоялись взять на себя ответственность за троих и более детей. Именно на такие семьи должно равняться общество, считают организаторы мероприятия. И именно таким родителям нужна особая поддержка. Мы подготовили для них праздничную программу. Отец Александр храма Серафима Саровского провел экскурсию для наших семей. С анапским многочинием и с отцом Александром у нас очень такая серьезная работа. И, конечно, мы в приоритете работаем именно на пропаганду здорового образа жизни и на обобщение опыта, что ли, по воспитанию детей в многодетных семьях. Сегодня самые теплые слова звучали в адрес тех, кто носит гордое звание «мама». Также ребята вместе с родителями участвовали в викторине, отгадывали загадки про семью, вспоминали пословицы и поговорки про семейный быт. Ну и, конечно же, дружно пели самые добрые песни. Не обошлось и без приятных сюрпризов. Все семьи получили в подарок продуктовые наборы – консервы, крупы, предметы первой необходимости. Одним словом, все, что пригодится каждой многодетной семье. В Анапе сегодня впервые стартовался российский добровольческий проект «Народный обед». Он был запущен в 2013 году фондом продовольствия «Русь» совместно со службой помощи Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению «Милосердие». То есть это русская православная церковь. Обеды были, данные, которые нам передали, расфасованы и переданы нашим анапским семьям союзом многодетных семей «Кубанская семья» в лице председателя Светланы Александровны Неделько. Очень большая помощь для многодетных семей. Храм оказывает. Отец Александр очень сильно заботится. Центр «Каритас», склад вещей. То есть как-то где-то можно где-то кабуть одеть. В храме рассказали, что в ближайшее время на курорте планируют создать автономную некоммерческую организацию «Анапа-бногодетная», которая в будущем войдет во Всероссийское общественное движение «Семьи России». По всем вопросам многодетные родители могут обратиться в Анапский комплексный центр социального обслуживания населения по адресу Анапа, улица Крымская, 181, или по телефонам, указанным на экране. В Анапе на базе детского лагеря «Смена» впервые стартовал Всероссийский фестиваль русского языка и российской культуры. Почти 300 юношей и девушек из разных регионов страны на две недели объединит одна цель – укрепить и расширить знания русской культуры и родного языка. Подробности в репортаже с открытия фестиваля. Богатый, великий, могучий. Такие эпитеты обычно используют, говоря о русском языке. Знать и любить родной язык важно для каждого жителя нашей страны. Мы открываем один из самых интересных, самых творческих наших фестивалей – фестиваль русского языка. Это, с одной стороны, один из самых сложных, а с другой стороны, самых красивых языков в мире. Поэтому мне хотелось бы пожелать, чтобы каждый из вас проявил здесь самые яркие, самые творческие способности. Фестиваль собрал победителей конкурсов и олимпиад по русскому языку, истории, культурологии. В число участников вошли 40 победителей Всероссийского конкурса творческих и теоретических исследовательских работ «Слово в смене», на который было подано почти 700 заявок со всей страны. Мы долго шли к этой цели, а и, наконец, эта смена, вот она здесь и сейчас состоится. Возрождение красоты русского языка, имиджа русского языка. Мы будем говорить о том, что русским быть модно. Знать русский язык – это правильно. Русский язык – это мой родной язык. Я считаю, что нельзя любить свою родину, не зная своего родного языка. Грамотная речь для человека, я думаю, это его лицо. На фестивале сменовцы посетят мастер-классы от ведущих педагогов МПГУ, примут участие в творческих конкурсах и литературных гостиных, приобретут навыки публичных выступлений. Реализовать себя каждый участник сможет, работая на одном из трех направлений. Модуль «Русский язык – язык науки» направлен на филологические исследования. Представители направления «Русский язык – язык творчества» примут участие в реконструкции обрядово-культурных традиций русского фольклора. Больше о межкультурных коммуникациях узнают участники направления «Русский язык – язык мира». И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Ойкеан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы также можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok